Всё-таки не так часто люди приходят в гости к котам. Да и Фёдор даром, что знаменитость, а публичность его тяготит. Он боится, очень боится. Мы уже к нему привыкли, для нас он обычный кот. Я совершенно не думала, что он какой-то такой эксклюзивный. Происхождение Фёдора Думанна, и вряд ли английская пресса так внимательна к нему, только потому, что он, возможно, британских кровей. Здесь важны и внешность, и судьба. Сюжет достойный быть написанным. У нас всегда были кошки, да, кот в доме всегда должен быть. Я считаю, кот – это душа дома. Жизнь Фёдора началась где-то в сальских степлях. Федю и его сестру Наталье принесла бездомная кошка, выбрала себе дом и попала под машину. Слабенький, больной, котёнок не бегал, не играл, почти не двигался. Думали, не спасут. Но свезло так свезло, как писал Булгаков. Федю выходили и оставили. Ты его берёшь на руки, и он сразу начинает засыпать. Федя остался без мамы в пять месяцев и растил неуклюжего котёнка соседский кот по кличке Красавчик. Феде скоро два года, и он всё ещё под надёжным присмотром. Мы здесь гости, коты чаще всего чужаков не любят. Мы сейчас попробуем познакомиться. Фёдор, можно ли взять тебя на руки? Привет. Привет. Пыхтит. Федя неспешный, без обычной кошачьей грации. Год учился запрыгивать на подоконник. Федя чем-то напоминает мультяшного Гарфилда, но бесхитростный, добрый и настойчивый. Ты видишь? Не хочет. Сильно, да. Чужой не хочет. У чужого не хочет сидеть. Котиков и без Феди в интернете в избытке, и вначале Наталья выкладывала в сеть забавные картинки скорее для друзей. Но друзей становилось всё больше, и сейчас у кота с удивлёнными глазами десятки тысяч подписчиков. Наталья, железнодорожный инженер по профессии, кажется, больше ничего не успевает, как вести Федины странички в интернете.